Несмотря на прохладную погоду, на улице 7 октября в парк отелей «Уют» было по-настоящему жарко. Здесь пели, танцевали, шутили, даже показывали фокусы. А все потому, что комплексному молодежному центру «Континент» исполнилось 15 лет. На праздники побывали и наши корреспонденты. Чудеса случались и на дне рождения комплексного молодежного центра «Континент». 15 лет – это много или мало, чем запомнились эти годы, что нового появилось в деятельности молодежного центра. Все это гости смогли узнать на праздничном концерте. А как же все начиналось? В 1994 году был образован отдел по делам молодежи, позднее переименованный в комитет, затем в управление по делам молодежи. При нем и начал свою деятельность в 2000 году комплексный молодежный центр «Славенцы». Первым его руководителем был Денис Грицевич. Своих друзей-коллег он поздравил по видеосвязи через скайп. Все эти годы я всегда вспоминаю тех людей, с которыми мы работали, с которыми созидали, любили, дружили, творили. И, собственно, все из них, большинство из них сегодня в зале. И те, кто причастны к этому центру, я вас тоже всех поздравляю. Среди тех, кто вложил немалый вклад в развитие и становление молодежного центра – Татьяна Мадорская. На празднике она была почетный гость, друг и старший наставник. Я работала заместителем начальника отдела по делам молодежи. И вот тогда возникла идея создать молодежную организацию под названием «Славенцы». Мы стояли у истоков этого нового формирования. И тогда о центре мы только могли мечтать. И вот сейчас, когда все это уже продолжилось, когда есть сам центр, очень приятно осознавать, что молодость, она, как бы говоря, идет дальше. И в молодости наше будущее. Поздравить именинников приехала и Наталья Кравченко. В годы, когда создавался центр «Славенцы», она работала в отделе молодежной политики. Тогда было много идей и планов, как объединить вместе всю творческую и талантливую молодежь нашего города, вспоминает Наталья Львовна. Создание такого центра тогда просто назрело. И когда он был действительно создан, мы стали одними из первых его работниками. Это была очень дружная, энергичная команда. Сейчас 15 лет – это доказательство того, что это было все не напрасно. Вот уже 15 лет сотрудники центра активно работают с молодежью Славенского района. Организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия. Все эти годы наш молодежный центр завоевывает призовые места в краевых конкурсах. В 2004-м – первое место в краевом конкурсе «Лучший клуб». В 2007-м – первое место на фестивале «Золотая молодежь». В 2008-м – первое место в конкурсе «Антинарка. Я выбираю жизнь». В 2010-м году команда КВН «Славенск» заняла второе место в Центральной Краснодарской лиге КВН. В 2012-м году клуб «Пчела» становится лучшим волонтерским клубом. Это далеко не все победы нашего молодежного центра. Все эти годы рука об руку с центром идет управление по делам молодежи. Молодежный центр и управление всегда было одной командой. Задачи в целом общие. У нас нет такого, что это управление, вот этот центр. Конечно, задача у всех, у каждого своя задача есть в том или ином направлении работы. Но в целом это одна большая команда. Потому что, когда мы сидим, скажем так, за компьютерами, что-то готовим, какие-то документы, какие-то планы, сценарии пишем, у каждого своя задача. Но когда происходит продукт нашей деятельности, то есть это большие мероприятия, маленькие мероприятия, круглые столы, там работает вся команда. Танцоры и вокалисты, интеллектуалы и неформалы, любители туризма и КВНщики – направления молодежного творчества в нашем районе самые разные. Именно благодаря работе молодежного центра каждый может найти себе занятие по душе и интересам. Молодежный центр «Континент» объединяет волонтеров, патриотов, участников молодежных советов, помогает подросткам в трудоустройстве. В 2003 году молодежный центр «Славенцы» возглавила Инна Дьяченко. В 2011-м центр переименован в «Континент». Несмотря на произошедшие изменения, руководителем осталась Инна Рафаиловна. За это время, конечно, очень многое изменилось. Центр развивался, соответственно, приходили новые ребята, проводилось огромное количество мероприятий. И вот с 2004 года был такой очень серьезный толчок, мы выше на новый уровень, стали побеждать в различных конкурсах, фестивалях, мероприятиях. Сегодня «Континент» – это хорошая сплоченная команда молодых специалистов, которые делают огромное количество мероприятий, акций, проводят большую работу для реализации молодежной политики в Славенском районе. На юбилею «Континента» было много друзей – бывшие руководители и специалисты центра, его основатели, а также представители городской и районной власти. На протяжении 15 лет они оказывают поддержку и помощь молодежному центру. Я желаю нашему континенту процветания, и я уверен, что оно будет. Мы будем поддерживать нашу организацию. Ну, я думаю, у вас все есть. Удачи вам, вперед и вперед. Как и полагается, в день рождения гости пришли не с пустыми руками. Молодежному центру подарки дарили самые разные, в том числе и творческие. Впрочем, и виновники торжества в долгу не остались. Яким завершением праздничного концерта стало выступление фокусников. В завершении праздника активистов молодежной политики наградили благодарственными письмами. В общем, юбилей континента получился по-молодежному задорный и искрометный. Впереди еще много побед и свершений, ведь 15 лет – это только начало пути. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».